К другим темам. Брошенный и никому не нужный. Больше месяца назад пес породы Стафарширский Терьер попал в приют «Подари мне жизнь». Он был истощен, а мышцы настолько атрофированы, что животное даже не могло поднять собственную лапу. Как выяснилось позже, хозяин пса по кличке Зизу уехал из города, а животное оставил подруги. Вскоре временная хозяйка отправилась в отпуск, оставив пса одного дома. Больше месяца его не выгуливали и почти не кормили. Как сегодня складывается судьба беззащитного животного, пострадавшего от безответственности людей. Узнала Мария Федорчук. Красивый и энергичный пес стремится подружиться с каждым, кого встречает на своем пути. Таким он был не всегда. Буквально полтора месяца назад ветеринары сомневались, что собака вообще выживет. Когда животное привезли в приют, оно с трудом поднимало голову. Его состояние повергло в шок волонтеров, видавших многое. Годовалый Стафарширский терьер весил всего 15 килограммов. Полтора месяца назад мне позвонили ночью, что ее нашли, забрали у кого-то и попросили помочь. Собака была в крайне истощенном состоянии. Скажем так, я думала, что я за 14 лет уже видела все, я ошиблась. Потому что удивительно, что эта собака вообще была жива. А трофея мышц была настолько, что собака в принципе еле передвигалась. Он не мог поднять собственные ноги. В социальных сетях нам удалось пообщаться с бывшим хозяином пса. Он рассказал, что в сентябре уехал из города. Приглядеть за питомцем по кличке Зизу, так звали собаку, согласилась подруга. Она забрала животное и деньги, на которые обещала покупать корм. В скором времени девушка отправилась отдыхать, оставив Зизу одного. Спустя месяц проверить все ли в порядке с квартирой пришла подруга девушки и нашла умирающего пса. О том, что все это время там находилась собака, она даже и не догадывалась. Не знал об этом и хозяин Зизу. Волонтеры приюта рассказывают, случаев, когда животных бросают на произвол судьбы, много. В первую очередь, человек должен взвесить свои жизненные обстоятельства, в которых он находится в данный момент. Если нет своего постоянного жилья, нет стабильного заработка, работы, то в этом случае точно не стоит заводить животное. По одной простой причине. Эти обстоятельства могут еще более ухудшиться. Вам придется срочно уехать куда-то, и когда вы не сможете животное никому оставить. То есть не стоит рисковать, не стоит заводить животное. Вы должны взвесить все за и против перед тем, как принять такое ответственное решение. Потому что на примере Лютика вы видите, что собака стала жертвой жизненных обстоятельств. Дрессировщики и волонтеры принялись спасать пса. Медлить было нельзя, у животного развивалась анорексия. Несмотря на свою худобу, пес отказывался от еды. Но спасители не теряли надежду. Они ставили капельницы, и собака начала поправляться. Постепенно волонтеры начали приучать своего подопечного к еде. На Зизу собака больше не откликалась. Чтобы начать жизнь с чистого листа, псу дали новую кличку Лютик. После такого предательства в добром собачьем сердце все же нашлось место дружбе и доверию. Лютик начал изучать команды, и сейчас у него многое получается. Но собаке необходимы постоянные дрессировки. Собака социально адаптированная. Каких-то конкретно психологических проблем я не наблюдаю у животного. Он активный, он игривый, он веселый. Значит, соответственно, ему нужны те же абсолютно хозяева. Чтобы понимать, что есть такой амстаф, надо понять, что амстаф – это не порода, это образ жизни. Человек должен быть, по сути, амстафом, чтобы держать амстаф. Он должен быть активный, он должен много проводить времени на природе, он должен быть занят спортом, потому что это в первую очередь спортивная порода собак. Сейчас собака находится на передержке, но временные хозяева больше не могут ее содержать. Теперь Лютик ищет временный дом или семью, которая сможет его полюбить, чтобы страшные истории в его жизни больше не повторялись. Мария Федорчук, Юрий Зенов, служба новостей «Импульс».